Этот год, как известно, объявлен годом мира и созидания, поэтому особое звучание приобретают образовательные проекты, которые направлены на укрепление идей мира и созидательного труда. Концепция школы мира в это направление вписывается на все 100%. Проект реализуется общественным объединением Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Проект такой новый, и он как бы позволяет нам развивать новые и инновационные формы работы, внеклассной и внешкольной работы. Мне это близко все по сердцу, по духу, и я сама очень рада, что такой проект у нас появился, и он проходит очень активно. Я его, в общем-то, приветствую, этот проект. И когда вообще я смотрю на наших ребят, миротворцев, а сегодня их уже достаточно много. Название школ мира могут претендовать не все школы, а именно такие учреждения образования, где есть богатые традиции в поисковой работе, где работают музеи, кружки исторической и патриотической направленности, развито волонтерское движение. Не так давно, а именно в преддверии Дня мира к молодому проекту школы мира присоединилось еще одно учреждение образования – вторая школа города Жабинки. Чтобы добиться этого почетного статуса, педагоги и учащиеся провели колоссальную работу по сохранению исторической памяти, изучению истории родного края, участию в патриотических и экологических проектах, волонтерских и благотворительных акциях по проведению поисковой работы. 20 учащихся учреждений образования стали миротворцами и пообещали, что дальнейшие проекты, дальнейшие акции, которыми каждый день наполнена Жабинковщина, будут продолжаться и будут новые проекты, новые мероприятия, которые будут направлены на мир и созидание не только в нашем славном городе-спутнике, в нашем районе, но и по всей нашей республике Беларусь. Эмоции меня сегодня переполняют, потому что мы шли к этому сегодняшнему статусу очень долго. В принципе, начиная с 1 сентября 1963 года, как вошла в строй эта школа, красной нитью пролегает гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание школьников. Я в школе работаю уже больше 20 лет, работала заместителем директора по воспитательной работе и, конечно же, постоянно вела эту работу. Школа мира – это не только статус, но и большая ответственность, а еще старт для освоения новых проектов. Гимназисты и школьники будут принимать участие в международных слетах, интернет-конференциях, телемостах, благотворительных мероприятиях и просто совершать добрые дела, чтобы каждый раз подтверждать, что именно их учреждение образования выбрано не случайно, чтобы достойно нести статус «Школа мира». Моя мама и папа заканчивали эту школу, и я очень люблю творить какое-нибудь там добро, участвовать в различных конкурсах. Отличница. Я очень гордая за свою школу, потому что есть много наград различных, в которых я тоже участвовала, есть дети постарше, которые участвовали, тоже за них гордая. Я решила стать миротворцем, потому что я хочу творить добро, помогать людям. Мы участвуем во многих патриотических акциях и посещаем очень много значимых мест. Анастасия Милишкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Милишкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».